Готовила уже не раз. Кто-то мне пишет, что что-то туда еще кладет, а чего-то не кладет. Но я сегодня выспалась. Хорошее настроение, это уже хороший знак. Это значит, я что-то еще могу сегодня поделать. Решила я, девочки, потушить капусту себе на второй завтрак. Хотя вот и на ужин тоже вот эта вот капуста с колбасой, можно с мясом вареным каким-нибудь. И кайфую. Я кайфую от того, что я живу одна. Как хочу себе климат тут внутри, так и устраивает. Сказали немножко его вот так вот помять по бокам, чтобы он отошел хорошо от этого. Ну вот и хорошо. Ой, как пахнет сирень. Кстати, в прошлый раз я когда шла, здесь только бутончики были. Всем привет, мои хорошие. Начинаю новое видео. И с добрым утром не говорю, потому что уже добрый день. Добрый день всем. Сейчас я, девочки, собираюсь приготовить суп солянку. В общем-то, я уже готовила не раз этот супчик, поэтому вы уже знаете многие, как я его готовлю. Поэтому я сильно подробно не буду там, но вкратце как-то покажу вам, как этот супчик я готовлю. В общем, поехали, да. Так, ну что, девчата, я готова, собственно, к приготовлению солянки. В общем, я взяла кусочек говядины. Я на вес уже не взвешиваю, все на глаз делаю. У меня половина грудки копченой курицы. И вместо охотничьих колбасок у меня вот грудинка, кусочек 130. В общем, это 400 грамм, 200 грамм. Нет, 300 грамм говядины, 200 грамм этого, 130. Но я делаю на глаз. Чего-то может быть больше, чего-то меньше. Я думаю, не у всех весы есть. И потом у каждого по-своему, в общем-то, чего-то хочется больше, чего-то меньше. Средняя морковка, средняя луковица и вот, ну, небольшие вот три картошечки. Картошки слишком много не хочу. Томатной пасты по рецепту положено 100 грамм именно томатной пасты. Но для меня это много. Я вот просто взяла, наколупала тут томатной пасты, она не замороженная. Вот разбавила ее водичкой. И вот сделала полстакана вот такой густой. Ну, я думаю, это нормально. В общем, парочка средних соленых огурчиков и 100 грамм рассола. Все. 40 миллилитров растительного масла. Но масло я тоже лью на глаз. Кому как нравится, в общем. Примерно 4 столовые ложки. Все. В общем, все это резать можно кубиками, можно средней соломкой. И картошку только оставить, ее в последнюю очередь закинуть. А вот это все мы сейчас порежем. Поставим на режим жарка на 15 минут. Надо будет только помешивать. А потом закинем картошку и зальем водичкой. У меня кипяченая вода уже полтора литра. Я вскипятила. В общем, так вот я режу не сильно мелко. Скажем так, средней соломкой. Я буду готовить опять в мультиварке, в мультикухне своей. Потому что на самом деле можно сделать на плите. Но я так подумала, что я буду тут стоять возле плиты. Это ж надо поглядывать. То убавить, то прибавить. В мультиварке там оптимальная температура, которая необходима. Закрыл крышку, поставил таймер, иди отдыхай. Хоть уснешь, хоть забудешь. Ничего не переварится, не подгорит. Все. Я люблю готовить в мультиварке. И в том, что этот рецепт из мультиварки. Я, в общем-то, оттуда его взяла. Готовила уже не раз. Кто-то мне пишет, что что-то туда еще кладет. А чего-то не кладет. В общем, девчата, делайте кому как нравится. Я этот рецепт уже делала не раз. Мне он нравится. Ничего не добавить, не убавить, не прибавить. Я бы не стала туда ничего добавлять, не убавлять. Все то, что тут есть, все мне нравится, все устраивает. Я сказала вам, что как по рецепту, для меня томата слишком много. Полстакана томатной пасты для меня это слишком много. Она кисловатое чуть получается. Но я для кислости добавляю, собственно говоря, лимон в тарелку уже, потом, когда все готово. И все. Так, отправляю я вот это все сюда. Ставлю режим жарко. Или подожди, надо сначала, наверное, хотя бы нарезать вот это вот еще. Так, сейчас я нарежу тоже какой-нибудь соломочкой средней. А может лучше кубиками. Как-нибудь. Собственно говоря, это неважно, как. Я кубиками, наверное, нарежу. Это, я думаю, не особо-то имеет значение. Как в тарелке будет. Главное, чтобы оно было вкусно, кушалось хорошо. Думала готовить сегодня, не готовить сегодня. Мясо, говядинку я разморозила. И, кстати говоря, вот продается, когда копченая курица, вот пятерочки, она продается либо две ножки, одна ножка идет на порцию, а вторая, потом я убираю ее в морозилку. Либо продается целая грудка, целая грудка это много. Так, тут я косточку обнаружила. Вот, целая грудка это много, поэтому половину грудки я делаю, половину отправляю в морозилку. Вот, в прошлый раз я делала, а это у меня теперь досталось с морозилки. Думала, думала, что приготовить. Увидела, думаю, да, надо приготовить уже солянку. Вот, иногда думаю, приготовить вам что-нибудь для вас новенькое снять. С другой стороны думаю, вот не хочу я готовить что-нибудь, то, чего мне не нравится, лишь только для того, чтобы вам снять новенькое. Вот, честно говоря, не хочу, девчата. Готовлю то, что мне нравится покушать. Вот мне захотелось соляночку сегодня поесть. Я ее сейчас готовлю. И все. Кстати говоря, по рецепту положено охотничьи колбаски ложить. Но, во-первых, они не всегда бывают в магазине, а во-вторых, продаются они в упаковке полкило. А нужно всего сюда 130 грамм по рецепту. В общем-то, ну, не встретились они мне. Ну, вот я уже пробовала, уже с копченой колбасой готовила, нормально получается. Вот с грудинкой мне очень понравилось, очень вкусно, классно получается. Так что, я думаю, ничего страшного, если эти охотничьи колбаски заменить чем-то другим. Так, от куриной грудки, возможно, это чуть много. Но ничего страшного, будет просто гуще. А мне нравится, кстати говоря, густой этот супчик. Очень даже нравится. Вот. Сколько есть, все делаю. Делаю все, что есть. Так, туда же отправляю сейчас. И включаю, пусть потихонечку начинает жариться. Все, поехали дальше. Так, ну, вот это можно какими-то полосочками такими порезать. Хотя, не знаю. Ладно, сейчас дорежу уже это и продолжим дальше. Так, я закинула мясо все сюда. Пока оно тут потихонечку обжаривается. Сейчас нарежу я огурец. Кстати говоря, огурец я взяла у соленой огурцы, такие в мягкой упаковке. Я почему-то не вижу в последнее время. Мои любимые огурцы 6 соток, дядя Ваня. Именно вот по-домашнему такие вот соленые. Только маринованные в банках продают. Либо вот такие вот, которые в пластиковой. И вот я не думаю, что такое. Куда они подевались. В общем, ну, купила такие. Пусть будут такие. Так, в общем, какими-то такими соломками сейчас порежу и все. И закину. Вообще, вот эта цель обжарки, я думаю, не столько обжарка там, там не столько процесс жарки идет. Самый главный смысл, наверное, в том, чтобы мясо просто закрылось. И все это хорошенько прогрелось, прежде чем включать режим суп. Вот так. Потому что как по рецепту там все это вместе закину. Ну, я так и делаю. В принципе, нормально получается. Было бы не нормально, я бы не так делала по-другому. Так, все. Тут все закрылось. Закидываю я сюда теперь, собственно говоря, уже огурец. Томатную вот эту пасту. Томат, можно сказать, выливаю. Я думаю, томат каждый делает столько, сколько ему нравится. Я думаю, что вот так и будет предостаточно. Больше не нужно. И все, выливаю сюда рассол. Пускай оно продолжает все это дальше обжариваться. Ну, не обжариваться, это что-то. Что оно будет делать? Обжариваться, тушиться, что оно будет делать? Не знаю. Так, все. Мне осталось картошку порезать. Ту картошку я кубиками режу. Картошку порежу, потом закину туда и залью водой. И поставлю режим суп на полтора часа. Да, и еще надо посолить, поперчить. Ну, лавровый лист, по-моему, это по желанию. Можно туда листик небольшой положить. Так, картошку я вот такими порежу кубиками. Такими вот средними, по сантиметру полтора. Сантиметр полтора. Вот так. И все. В общем, здесь суп такой, настолько он легкий. И вот так просто готово. Просто все порезать, закинуть. И все. Как говорится, дело в дело, гуляй себе смело. Так, ну все, я уже это сейчас дорежу. Картошка вот одна, но небольшая еще. Одна. И все. В общем, я вам все рассказала, все показала. Все. Потом пойду отдыхать. Все, девочки. Вот я уже залила водой. Картошку положила. Все. Лавровый листик, соль, перец кинула. И закрываю крышку. Поставила уже режим. Пускай варится. Доброе утро, девочки мои. Ой, с утра уже собаки лают. 6.40 утра. Небо какое-то такое облачное у нас. И, в общем-то, не жарко. 11 градусов. Ну, днем будет до 17, по-моему. Ну, ничего, зато свежий воздух. Ветра нету сейчас. И это хорошо. Свежо-свежо. Так классно. Я, девочки, решила с утра уже привести себя в порядок. Ну, я уже проснулась еще где-то час назад. Соседка заходила. Мы с ней кофейка попили. Вот. Она убежала. Я хочу вот сделать такую маску с краб. У меня сегодня хочется прям лицо привести себе в порядок полностью. Я еще голову помыть хочу сегодня. Заканчивается у меня вот эта вот масочка уже. Уже остатки. Остатки уже выгребаю. А я вчера ничего не снимала. Вчера 1 мая было. Я решила дать себе отдохнуть просто. В общем, ничего не делала. Никуда не ходила. Ну, я вчера просто проснулась слишком рано, полвторого ночи. Поэтому днем я была такая вяленькая. Мне никуда ничего не хотелось. Думала днем поспать, но уснуть не могла. Потому что с утра звонки, поздравления. В общем, ну, вот такой вот день прошел у меня. А сегодня хоть и продолжаются вроде как праздники, да, сегодня 2 мая, но уже все равно нету такого, знаете, как праздничный день. Я праздничный день не знаю, куда теряться, куда делаться. Вот. Сегодня что я хочу? Я не буду говорить, что я хочу сделать, потому что я буду смотреть на свое это состояние, желание, самочувствие и так далее. Ну, кое-какие задумки есть. Надо кое-что сделать. Но это не срочно. Поэтому сделаю хорошо. Не сделаю, значит, сделаю потом. Первое дело, что я хочу сделать, это вот привести себе в порядок, искупаться. У нас в последнее время что-то давление горячей воды очень слабое. Но говорят, это не только в нашем доме вроде бы, вообще по району. Поэтому горячую воду надо ловить, ловить момент. Когда люди на работу собираются, у меня давление вообще такое слабое-слабое, что искупаться невозможно. Ну, вот, бывают моменты, когда идет нормально. Так что. Так, ну что, я вот это нанесла, подержу чуть-чуть, а потом поскрабирую и смою. О, масочка какая хорошенькая. Ну, я сегодня выспалась. Хорошее настроение, это уже хороший знак. Это значит, я что-то еще могу сегодня поделать. Все, держим масочку. Пока я занимаюсь с собой, решила заварить овсяночку и перекусить. Это у меня ранний завтрак, он обычно начинается с овсянки. Потом бывает у меня завтрак номер два. Ну, потому что я очень рано встаю, и первый завтрак у меня такой лёгенький. Решила я, девочки, потушить капусту себе на второй завтрак. Хотя вот и на ужин тоже вот это вот капуста с колбасой, можно с мясом вареным каким-нибудь. В общем, можно просто капусту. Ну, я делаю сюда колбасой или с мясом. Сейчас у меня есть тут немножко колбаски вареной, вязанка. В общем, нужен туда еще томатик будет и луковичка. И все. Сейчас я вот это вот нарежу капусточку, потушу, и это у меня будет уже как второй завтрак. Что-то захотелось, мне капусту тушу. Дочка у меня любит это дело, капусточку. Все, я искупалась, с водичкой мне повезло. Все хорошо. В общем, ладно, сейчас по-быстрому нарежу. Я уже включила печку, налила масло, печка прогревается. Мне надо по-быстрому это все порезать. Люблю, когда капусточка вот так вот, она такая рыхлая, и она такая получается, змея-меленько режется. Классно. Все. Все, нарезала полную сковороду. Капусты много не бывает, при том, что она в половину ужарится. Ее будет меньше, чем сейчас. Будем резать лук. Чтобы капуста получилась у вас вкусная, девочки, самое главное, ее вот на сковородку, когда уже положили с маслом, ее крышкой, во-первых, не закрывать. Ее надо обжарить обязательно, чтобы она подрумянилась. Вот. С открытой крышкой готовить до самого конца. В конце уже можно будет крышку закрыть, чтобы она чуть-чуть еще пропарилась. Но это уже в самом конце. А первым делом вот надо ее обжарить, и тогда она будет вкусненькая и сладенькая. Так, что мне еще? Сейчас я растворю ложечку томата. И нарежу еще колбасу. Так, ну а капуста, вот пока она обжаривается, вот как раз ее надо почаще мешать. Ну так, чтобы она подрумянивалась, не подгорала. И на сильном огне надо, чтобы она воду свою не отдавала. Потому что она тогда уже будет пропаренная, а не поджаренная. Когда она чуть-чуть поджаренная, она прям вкуснее получается. Так, ну и так вот помешиваем. В принципе, можно уже кинуть лук. Вот она уже, когда поджарится капуста, тогда я лук закидываю лично. И потом она вместе еще с луком. Так, все, сейчас я закидываю лук уже. Так, все, я подготовила колбасу, томат. В общем, с лучком у меня уже тут все обжарилось. С лучком. Я сейчас солю, перчу. Можно накинуть уже лавровый листик. Так, что еще, перец. Чуть-чуть. Еще раз перемешаю. И закидываю колбасу. Да, в принципе, можно и томатом уже залить, и убавить мощность. Самое главное, чтобы все поджарилось до того, как выпустить воду. с капусты. Видите, она сухая, но она уже такая подрумянная. Полгаски отправляем. Зариваем томатиком. Все, еще раз перемешаю и закрою крышкой. И будет теперь она тушиться до готовности. Ну, капуста, она вот такая, она уже почти готова. Немножко потушить. И все. Кстати, девочки, я сейчас поймала себя на мысли о том, что вот иногда некоторым подписчикам кажется, что я готовлю, 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 ем. Я сняла вот, что вроде бы вот недавно я готовила солянку, а на самом деле солянку я готовила позавчера. Но она у меня еще есть. Я съедаю это одну тарелку в день. То есть несколько дней. И, в общем-то, там, даже если она на 4 дня, там, на 5 дней хватит, вообще, я-то немножко там готовила. Но ничего страшного, она прекрасно себя чувствует, не портится ничего. Вот. И капусту я тоже готовлю не на один раз. Потому что каждый день стоять у плиты, наготавливать себе там завтраки, обеды, ужины, как-то у меня нету на это время. Поэтому я готовлю обязательно на несколько дней. Вот. Так что капуста, тем более, она такое блюдо, это вот, ну, овощное, да, оно легкое считается блюдо. Хотя оно вроде и сытное, в то же время легкое. И можно капусту поесть в любое время, даже холодную можно поесть. Я вот сейчас ее позавтракаю. Днем пообедаю. А вечером, если прям захочется очень кушать, я даже холодную возьму и не разогреваю, там, чуть-чуть, несколько ложек поклеваю. Поклеваю. Вот. Еще у меня крутится в голове комментарий, кто-то написал мне, не Пасха, а кулич. Да. Но дело в том, что у нас, я как бы знаю, да, что там вот эти вот, которые вот испечены из теста, это называется кулич. Ну, как бы это я где-то там слышала или что. Но у нас принято называть Пасхой. И когда мне начинают в комментарии, кто-то что-то там исправлять, поправлять, девчата, ну, в разных регионах по-разному говорят. При том, что я хочу напомнить, что у нас многонациональная страна, есть многие люди, при том, что на разных территориях, на разных регионах, по-разному что-то говорят. и вы забодаетесь исправлять людей, понимаете, вам что делать, нечего вот этим заниматься. Ну, и при том, что я говорю, я просто блогер, у меня просто мой канал, и, в общем, что как хочу, так и говорю. В общем, как я привыкла, так я и говорю. И исправлять, и не исправлять, но это все равно бесполезный случай, потому что вот одевать и надевать, еще когда-то давно поправку кто-то сделал, и мне, и дочке вот это вот. Ну, я иногда бывает вспомню вовремя, говорю, что надеть, хотя у меня такой привычки нету, у нас всегда вот, ну, одеть, одела, пошла, в общем, как-то у нас так принято говорить. Поэтому, а дочка до сих пор уже несколько лет, она надеть, одеть. Ну, сразу два раза говорит, и одеть, и надеть, чтобы не это, не перепутать, лучше два раза сказать, и все, да. Еще, ну, раз уже о комментариях начали говорить, еще что хочу сказать, еще такой вопрос был, вы же в одном городе с дочкой живете, почему она, ей все время холодно, а вам все время жарко, ну, потому что, вообще, вот у меня у соседки тоже, соседка живет вот с сыном, да, и тоже, вот ей все время жарко, а ему все время холодно, ей хочется открыть окно, там, поспать с открытым окном, форточкой, а он мерзнет, ему холодно. Ну, не знаю, это, у каждого человека по-своему, да, я когда дочке приезжаю домой, вот в квартиру захожу, я говорю, у тебя жарко, мне жарко, она говорит, а мне холодно, она одетая, мне хочется раздеться, ну, это нормально, мне кажется, может быть, может быть, старикам обычно хочется больше свежего воздуха, больше проветривать, молодежь мерзнет, я, кстати, молодая была, тоже была мерзлякой, я так вспоминаю, а сейчас вот мне хочется как-то, я не люблю тоже, когда холодно, но я не люблю, когда жарко, ужасно, и мне хочется какую-то прохладу, вот, я сейчас уже давно, вот, сплю с открытой форточкой, и кайфую, я кайфую от того, что я живу одна, и как хочу себе, климат тут внутри, так и устраиваю, вот, значит, все, девчата, у меня потушилась уже капусточка, я ее уже выключила под крышкой, она сейчас еще немножечко дойдет, и можно будет кушать, ну, чуть-чуть попозже я покушаю, сейчас пока еще не очень-то я проголодалась, вот, я все поглядываю на свой цветочек, и думаю, когда же я его пересажу, я, кстати говоря, когда заходила в магазин цветов, и спрашивала там вот у девчат, которые там работают, одна там, она вообще как ботаник, знает все про цветочки, все, я порасспросила, она мне все порассказала, прям все подробненько, вот, и я когда сказала, что у меня цветок гортензия стоит уже, цветет еще, уже месяц, даже больше месяца, они так удивились, говорят, ну, это прям даже хорошо, у вас прям долго постоял цветок, ну, думаю, ладно, а я же пришла и говорю, у меня как бы начинают цветочки уже как бы вянуть, это нормально или не нормально, вот, и когда они узнали, что уже месяц прошел уже даже больше, говорят, ну, это, это нормально, уже как бы нормально, время уже отсвести, в общем-то, вот, но я сразу не стала пересаживать цветок, потому что перед тем, как туда зайти, я перед этим обильно полила, во-первых, цветок, потом думаю, ну, пускай цветочки еще постоят, и потом, чтобы не сильно мокрая земля была пересаживать, думаю, ну, вот, когда у меня звезды сойдутся, чтобы земля не сильно мокрая была, и цветочки, чтобы уже как бы так, ну, не жалко было, потому что они после пересадки могут уже потом, ну, как бы опасться, и все, но так как уже от цветения отходит, в общем, можно и пересадить, я все поглядываю, думаю, как я буду этим делом заниматься одна, а с другой стороны, ну, интересно это сделать одной, думаю, как другие хозяйки тоже, ну, допустим, одна беспомощница, она пересаживает, вот, в общем, мне там рассказали, как это правильно сделать, пересадить, и, в общем-то, я думаю, сейчас, может быть, сделать это, не знаю, все я буду снимать или не все, а может быть, частично, может быть, сниму все, а потом что-то вырежу, я не хочу позориться, может быть, там не очень-то будет у меня получаться, и это неуклюже будет, и стараться буду аккуратно это сделать, чтобы как-то там не повредить цветочек, но все неудобство в цветочке в том, что цветок обширный такой, растет обширно, и листья, они ниже горшка даже вот так вот спускаются, поэтому вот туда, допустим, я горшок если пересажу, туда надо будет земельечку понапихать с боков, но она сказала не сильно утрамбовывать, и вот это вот мне надо будет это как-то туда подлазить, я не знаю как, я боюсь, что мне некоторые листики могут поломаться, но ничего, я думаю, страшного все-таки не будет, надеюсь, все будет нормально, даже если что-то будет не так, но потом все равно все вырастет, все отрастет, в общем, пойду, попробую, сделаю попытку такую, все-таки уже вот прям хочется пересадить, и все, сейчас вам покажу, все, что я там купила, что мне там дали, посоветовали, в общем, вот так вот выглядит у меня цветочек, но у меня по сути осталось вот три цветка, и то вот один цветочек, видите, он уже местами так вот вянут они, мне сказали просто те, которые подвявшие, просто для красоты, можно немножко поснимать все цвете, вот, ну в общем-то они у меня уже отходят, отходят цветочки, вот тут видите, я уже поснимала, они уже цвели, вот, ну и собственно говоря, пересадить другой горшочек мне надо, так, ну что собственно я купила, я взяла горшочек, я взяла, вот решила такой взять горшочек, другой, потому что этот чуть побольше, а тот маловатый, вот, этот горшочек, он с таким съемным донышком, ну вот это донышко, я не знаю, нужно или не нужно, потому что я смотрю, что здесь допустим будет дышать растение, растение, можно это поставить прямо на тарелочку, чтобы лишняя вода выливалась, например, здесь оно, если что, будет выливаться, но во-первых дышать я не вижу, как оно будет, а во-вторых мне снимать это донышко, туда-сюда вместе с цветком, как-то неудобно будет, поэтому я сейчас пересажу, но потом я наверное сниму это донышко, и будет оно без донышка, вот оно вот так вот с донышком, 380 рублей, горшок недорого стоит, он пластмассовый, в общем, что они мне тут еще дали, специально для гортензии не было земли, но вот это вот сказали, она подходит, так, вот это вот земля, грунт это 3 литра, сказали вот это все помешать, вот с этим всем, половина угля туда добавить, уголь, и на донышко сюда, на донышко немножко насыпать, вот этот дренаж цветочный, вот, в общем, сейчас я этим и займусь, так, ну что девочки собираюсь ей сделать, сначала надо насыпать сюда дренаж, мне сказали его насыпать, ну немного там на донышко, без фанатизма сказали, без фанатизма, это в общем, как он называется, камушки эти, забыла как называется, керамзит, это керамзит, так, в общем, на донышко, чтобы донышко покрылось, хотя она сказала, сантиметр полтора, но такие камушки большие, немаленькие, вот, ну ладно, еще чуть-чуть насыпать, крупные только убрать надо, ну, много крупных, конечно, в общем, как-то так, в общем, донышко покрыла я, и разби, там сейчас, еще меленькие можно добавить, камешки, вот так, легкие такие камешки, так, хорошо, убрали, дальше что, дальше я беру тазик, высыпаю туда весь грунт, грунт, это такая черная, грязная, чернозебрия, вот, какая черная, не знаю, ну, весь это будет много, но мне сказали, вот эту пачку, смешать с этой пачкой, в общем, сделаю, сколько сделается, сколько останется, отложу, закупорю, пригодится, вот эту пачку вот этих вот беленьких, что это такое, какое-то удобрение, что-то доделись, сказали тоже на целую пачку высыпать, так, а угля положить половину пачки, уголь, уголь прям такой, древесный, ну, зачем-то нужен, значит, уголь, вот такие вот древесные угольки, вот такие вот кусочки, видите, вот такой уголь, так, ну, все это я сейчас перемешаю, просто рукой так перемешаю, я перчаточки надела для этого, вот, комочки все мы эти сейчас разберем, и все, потом на донышко надо будет сюда насыпать немножко земли, чуть-чуть керамзит этот покрыть землей, потом будем уже с цветочком, надо будет его аккуратно вытащить с горшочка, это перевалка, наверное, называется, если кто знает, я так думаю, что это перевалка будет, потому что я землю, землю не буду всю с цветка снимать, сниму только там, ну, по бокам чуть-чуть снизу, в общем, там, где она снимется легко, я ее сниму, оголять совсем корни не надо, сказали, так, ну, ладно, все, взобрели землю, комочки раздавили, раздавили комочки, так, ну, теперь вот так вот надо посыпать сюда земли на донышко, закрыть этот керамзит землей, вот так, ну, сантиметра полтора, она сказала, где-то так, будет хорошо, ну, теперь цветочек, мне интересно знать, мне сказали, чтобы из горшка, видите, у меня листья снизу, снизу, спускаются, ниже, чем надо, сказали, немножко его, вот так вот помять, по бокам, чтобы он отошел, хорошо от этого, и прямо взять за эти корни, ну-ка, аккуратненько, о-па, все, достали, класс, класс, я не вижу, чтобы тут что-то отваливалось, ну, корневая система, видите, уже вышла за пределы, в общем, я не буду ничего тут отваливать, просто поставлю сюда, и по краям добавлю землю, ну, все, в общем-то, легко отошел, вот такой горшочек, ну, он еще пригодится, я думаю, надо его пока не выбрасывать, горшки пока выбрасывать не буду, мало ли что, может понадобится, так, все, теперь по краям аккуратненько, землю сюда добавлю, ну, что, девочки, я очень аккуратненько пересадила, в общем-то, земельку тут по краям, посыпала, да, нормально, я просто поставила, так вот насыпала, и там пальчиками все это аккуратненько рассыпала, то есть у меня везде по периметру земелька есть, все, земельку освежила, сказали не поливать, день-два, ну, завтра можно будет полить, вот, после пересадки, сутки, как минимум, не поливать, вот, ну, там ничего, нормальная, влажная еще такая земелька, и все, так, ну, и что у меня осталось, я пересыпала обратно в пакет, вот эту вот, землю, ну, где-то половина у меня ушла, половина еще осталась, ну, и вот это тоже по пол пачки осталось, пусть лежит пока, может пригодиться, все, теперь можно и покушать, у меня уже капусточка настоялась, чуть-чуть положу сюда сметанки, чайную ложечку, и все, ну, вот, я и вышла, девочки, на улицу прогуляться, хочу пройтись на конечную, зайти в этот цветочный магазинчик, у меня там просто есть кое-какой вопросик, ну, и так заодно воздухом подышать, сегодня прохладно, вообще на этой неделе температура не превышать будет 20, сегодня до 18, ну, уже, кстати говоря, градусов 17-18, поэтому я чуть-чуть потеплее кофточку надела, а сверху такое, ой, смотрю, сирень, сирень с одной стороны, с другой стороны, красота какая, ну, хорошо, что солнце не сильно падает, вот сейчас как раз та температура, которая должна быть в мае, ни больше, ни меньше, я посмотрела, что на 9 мая, в общем, тоже такая же будет температура, около 20 градусов тепла, ну, вот и хорошо, ой, как пахнет сирень, кстати, прошлый раз, я когда шла, здесь только бутончики были, а сейчас они распустились, ух, собачки лают, собачек тут много, любят они поваять, ой, в общем, иду, решила воздухом подышать, вот суперская такая температура, о чем я говорю, что не жарко, и не холодно, я очень люблю, прямо обожаю, такую температуру, то, что нужно, для прогулки, то, что нужно, я смотрю, очень быстро все растет, и быстренько отцветают, цветочки, одни отцветают, другие появляются, такая смена красок, смена красок, смена цветов, классная, вот, в общем, очень здорово, так, ну, что у нас тут, в общем-то, небо, местами голубое-голубое, местами оно, такое вот, облачное, ну, не пасмурно, не сказать, что прям пасмурно, темно, нормальная такая, классная температура, кайфово, я смотрю, местами сакура цветет, тоже издалека видно, прям розовые эти деревья, деревья розовые, классные, фух, а я, собственно говоря, что решила-то сходить туда, мне там дали еще один пузыречек, я просила, ну, удобрения, типа, типа удобрения, поливать там, удобрять, вот, но она мне дала пузыречек говорить, там по инструкции читайте, там растворять с водичкой надо, все такое, я почитала, а там для окрашивания, ну, для смены цвета, самих цветочков, ой, тюльпанчики такие белые, классные, вот, и вон там, желтенькие, ой, красота, не могу, я не могу мимо пройти цветочка, что ж такое, но люблю это делать, вот, короче говоря, я посмотрела этот пузырек, почитала, там насчет удобрения, ничего не написано, а вот написано, что, окрашивание, и для, для смены цвета, цветочков, там инструкция есть, если это же средство используется, как удобрение, а для этого инструкции нету, может быть, там другая дозировка, как-то по-другому, там, реже поливать, или еще что, в общем, я что-то, этот момент пропустила, и хочу сейчас его восполнить, поэтому иду туда, смотрю уже, все деревья покрасили, белое, белило, или что это такое, мелом, я помню, вроде, или чем-то, или какой-то звезд, в общем, короче говоря, красиво, красиво, аккуратненько все, скопали, покрасили, молодцы, молодцы, и вот их сад, зеленый, призеленый, нет, сегодня я смотрю, ни один листочек не шелохнется, ветра нету, ну, легкий-легкий, иногда подует, ну, вообще классно, по такой погоде, идти прогуляться, просто зороско, ладно, девочки, идем дальше, ой, смотрите, смотрите, что тут, кто тут у нас, такой говорливый попугайчик, разговаривает, что-то там говорит, себе такое, в прошлый раз я его не видела, не было его, вот так, вот так поговорим, такой говорливый там попугайчик, а женщина говорит, говорит, пока никого не было, молчал, а это девочка там попугайчик, говорит, молчала, говорит, вы только пришли, начали разговаривать, и попугайчик заговорил, я говорю, ну, потому что хочет поболтать, наверное, скучно, вот, короче, поменяли мне флакончик, на самом деле, мне просто перепутали пузырек, я сразу не глянула, я взяла пакет, пошла, я его распаковала только сегодня, этот пакет, а там пузырек такой же, для удобрения, так же выглядит, той же фирмы, и цена та же, а тот пузырек, который мне дали, тут для, как бы сказать, для перекрашивания цветка, там с одного цвета в другой, а это я сейчас взяла удобрение, там чуть-чуть, там по чайной ложечке добавлять, там водичку, и там раз в 10 дней, поливать вот с этим удобрением, побрызгать на листочки, оно там как удобряет, питает, защищает от всяких там вредителей, в общем, целая наука цветов, ой, кто бы знал, кто бы подумал, кто бы мне сказал, когда будет раньше, что я буду этим заниматься, цветочком этим, ну вот, решила позаниматься, ничего страшного, вот, все, девочки, сейчас стопаю домой, девочки, купила я клубничку, подошла к ларьку, смотрю, так много клубники, и вся по 250, ну я так посмотрела, посмотрела на нее, хоть они там и пишут, белореченская, но мне кажется, что она крупная, мне кажется, она все-таки не наша, может быть, хотя, собственно, какая разница, думаю, возьму чуть-чуть там, полкило, просто хотя бы попробую, успокоюсь на этом, что поела я клубничку, вот, со сметанкой, ну чуть-чуть присахарить придется, потому что она, если кислая, я и не люблю так есть, вот, и все, поем я ее, и успокоюсь на этом, все, какое-то время смогу уже без клубнички прожить, пока не пойдет уже наша, отечественная, краснодарская, вот, все, девочки, иду за хлебом, хлеба возьму и домой, в общем-то, я хочу на этом видео свое закончить, потому что сегодня делать я больше ничего не собираюсь, все дела поделала, пойду домой и буду отдыхать, вот и все, прощаюсь с вами, пишите комментарии, ставьте лайки, кому видео понравилось, и все, всем до новых встреч, всем пока-пока, спасибо,